После катастрофического землетрясения, произошедшего в Турции и Сирии, прошла неделя. Согласно последним данным, жертвами землетрясения в двух странах стали более 37 тысяч человек. Однако эти цифры, судя по всему, далеки от окончательных. Многие страны направляют гуманитарную помощь в зоны бедствия. И Абхазия не остается в стороне, отметил председатель комитета по международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками Алхаз Барциц, открывая заседание комитета. Абхазия, республика Абхазия, и мы все в целом в этом случае не остаемся, как говорится, где-то в стороне. Мы сочувствуем, соболезуем всему произошедшему. И поэтому были приглашены ряд министров, непосредственно те, кто компетентны в оказании таких вот процессов, именно оказания гуманитарной помощи. Тут присутствует министр ЧАЭС. Я думаю, он нас проинформирует, на каком этапе сегодня происходит сбор гуманитарной помощи. Мы знаем, что сегодня есть пункты приема, люди отзываются сами, кто посильную помощь может оказать, кто-то продуктами, кто-то теплыми вещами и тому подобное. На данный момент собрано свыше 20 тонн гуманитарной помощи. Главный вопрос, который необходимо решить, это вопрос перевозки грузов, отметил министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния. Если с Турцией есть понимание, то с Сирией у нас возникает, да, нет логистики. Поэтому на данный этап я считаю, что это основной вопрос, по какой линии идти. Это вопрос решать через Россию или через Турцию и так далее, и так далее. Много вопросов. Я очень надеюсь, что мы сегодня к чему-то придем, потому что время идет, наша помощь, она необходима. Я могу заявить, что наши спасатели готовы выехать туда. На данный момент около 50 человек. Тоже возникает вопрос, как организовать. Есть определенная необходимая техника. Это аварийно-спасательная техника, медицина. В общем, около 6-7 единиц техники мы можем организовать. Что касается возможности транзита через Турецкую республику грузов в Сирию, то там сложности. Они сказали, что его необходимо оформлять транзитом через Турцию, но подобного рода груз мы можем принять только через Грузию, что для нас, соответственно, является неприемлемым. Да, конечно, некоторые послабления на турецко-сирийской границе в связи с общей для Сирии и Турции проблемы, вызванной землетрясением, послабления есть, но, тем не менее, транзит гуманитарных грузов именно по такой формуле может быть осуществлен. Также в ходе обсуждения Лев Квицинья сообщил, что есть коммерческая компания, которая готова предоставить свой борт для перевозки гуманитарной помощи из Абхазии в Сирию, но за определенную плату. Посол Абхазии в Сирийской Арабской Республике Баграт Хутеба рассказал о ситуации в стране. Число жертв на сегодняшний день достигло 1400 человек, ранено более 2000. К счастью, среди пострадавших нет наших соотечественников, но ситуация остается сложной. Я считаю правильным не оплачивать борт, исходя из каких-то коммерческих определенных моментов. На то у нас есть подписанное соглашение о союзничестве и стратегическом партнерстве с Российской Федерацией. Есть взаимоотношения у Министерства обороны Республики Абхазия с коллегами из России. Правильно будет обратиться к российской стороне, это в виде письма будет, или сначала согласовать в телефонном режиме, чтобы выделили борт, после этого борт будет провести Сухум-Дамаск, либо Сочи-Дамаск, соответственно, под нашим флагом, чтобы гуманитарный груз был доставлен в Сирию. В случае, если не удастся решить вопрос с бортом, то можно будет приобрести необходимые гуманитарные вещи на складах в Сирии и Ливане по выгодной цене, предложил Баграт Хутеба. Заместитель министра обороны Давид Бжаня сообщил, что в ведомстве также идет сбор средств для пострадавших. Кроме того, они готовы поддержать МЧС Абхазии техникой и людьми. Постоянный представитель президента в парламенте Анли Борцис отметил, что с первого дня трагедии президентам были даны соответствующие поручения Кабинету министров. Те поручения, которые даны правительству, они продолжаются. Лев Константинович вам докладывал о том, что сборно-комбинированный груз необходимо определить наши логистические возможности. Как уже было сказано, ведутся очень непростые переговоры по логистике в сторону Сирийской Арабской Республики. Очень непростые переговоры. И по линии дипломатических наших всех каналов и связей мы реализуем эти контакты. И с Российской Федерацией тоже вчера разговаривал, спрашивал. Есть определенные переговоры. Я не хочу спешить и говорить вам о том, что каких-то договоренностей мы достигли, но предварительные результаты уже есть. Я думаю, что в том числе с вашей помощью и с помощью того, что мы сейчас, исполнительная власть вместе с законодательной, объединяем свои силы и усилия, это придаст новый импульс. И это действительно здорово. Могу вас поблагодарить за это. Думаю, что в ближайшее время мы получим ряд ответов, к которым, вопросы, которые мы ставили на протяжении 5-7 дней, в ближайшее время, я думаю, что будет уже прояснение. Участники встречи обсудили возможные источники финансирования помощи пострадавшим. Вы знаете, как мы принимали бюджет на 2023 год. Бюджет у нас очень напряженный. Нашим решением может быть пересмотр параметров этого бюджета. Или же у нас есть еще один выход. Есть определенные средства у Государственного комитета по репатриации, которые занимаются непосредственно нашими соотечественниками, которые проживают на территории вот этих вот государств. В рамках, если мы разрешим Государственному комитету, определим сумму, которую можно будет направить на решение этих задач. А потом ее возместим? Ну, или возместим, или же, как бы, да, это будет одна из форм работы самого этого комитета, самой организации. Гуманитарный груз в Турцию и Сирию будет доставлен в ближайшее время, сразу после решения вопроса о доставке. Алика Трапш, Алексей Воструков, Абхазское телевидение.